И все-таки очень хочется понять природу этой подростковой агрессии. Почему наши дети такие жестокие и кто в этом виноват? Эти вопросы мы решили адресовать психотерапевту Жибек Жулдасовой. Она с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер, Жибек. И вот такой вопрос. На фоне последних событий многие родители потеряли покой. Очень страшно становится за наших детей. Хочется понять, откуда в них такая агрессия. Добрый вечер, Аскар. Об агрессии детско-подростковой можно говорить много. Прежде всего, агрессия – это огромное количество энергии, которые пускаются не в то русло. И поэтому нужно научить ребенка сублимировать это состояние. Агрессия чаще всего проявляется у детей и подростков в открытом виде, которые сами испытывают унижение, оскорбление. То есть они потом свое состояние неудовлетворенности вымещают на более слабых ровесниках, школьниках. Не секрет, что многие школьники носят в школу холодное оружие. Особенно это касается южных регионов. Для чего? Неужели они не чувствуют себя защищенными? Вот как вы считаете? Я думаю, что здесь больше идет реакция подражания, потому что если школьник принес в школу какое-то оружие, он, естественно, будет его демонстрировать всем. Сегодня принес оружие один человек, завтра принесли 10 человек, послезавтра принес весь класс. И с начала реакции идет подражание, не сколько попытка защиты. А потом уже, в силу нескольких агрессивно настроенных подростков, возможно и применение этого оружия по делу и не по делу. То есть в любом случае даже не агрессивно настроенный подросток в группе способен на проявление агрессии. Ну хорошо, с оружием разобрались. А вообще что происходит? Что родители, может быть, делают не так? Какой-то пробел в воспитании? Неужели мы неправильно воспитываем своих детей? Знаете, в Канаде было проведено большое исследование и доказано, что максимальная агрессивность проявляется у детей 2,5-3 лет. То есть когда ребенком еще не усвоены морально-этические принципы, правила поведения, и у него еще нет такой реакции, как эмпатия, то есть сопереживание. И поэтому очень многое идет из семьи. Досуг наших детей, он больше части не организован. Думаю, должны быть какие-то бесплатные секции, кружки. Наши дети не умеют примиряться. Они не знают, что это такое. И не в каждой школе педагоги учат этому. Спасибо вам. Психотерапевт Вжибек Жулдасова поделилась своим мнением о природе агрессии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...